Один из самых главных праздников для нашей страны – День Победы в Великой Отечественной Войне. 9 мая мы вспоминаем подвиги и мужество народа, склоняем голову перед теми, кто смотрел смерти в глаза, оберегая будущее своих детей и внуков от насилия и жестокости. В этот день мы как никогда осознаем, что подвиг советского солдата не померкнет перед силой времени. Доказательством этого можно считать и торжественные мероприятия, прошедшие в нашем городе к 70-й годовщине того победного и решающего дня. В воздухе буквально витает атмосфера праздника. Хорошее настроение и поздравления с Днем Победы дополняют военные песни. А собравшиеся по традиции на городской площади коллективы всех организаций повторяют известные строки. Это радость со слезами на глазах. 9 мая объединяет всех нас с чувством гордости за свою страну. Об этом можно судить и по масштабу торжества. Сотни каспичан, держа в руках цветы, двинулись по памятным местам. В первую очередь это монумент «Скорбящая матери» или, как привыкли говорить горожане, «Вечный огонь». Из нашего города на войну ушли 1642 защитника. Погибло 1293 человека. Вернулись с фронта 349 человек. На сегодняшнее число в нашем городе проживают 14 участников ветеранов Великой Отечественной войны. Мы низко склоняем головы перед их светлой памятью. Мы гордимся нашим земляками, участвуем в Великой Отечественной войне. Далее колонна во главе с руководством города двинулась на место трагических событий 2002 года. Сколько бы ни прошло лет, 9 мая для каспичан будет невольно ассоциироваться с тем терактом, когда под удар боевиков попали не только военнослужащие, но и женщины, дети и старики, пришедшие посмотреть праздничный парад. И по традиции обелиск жертвам теракта стал еще одним местом для возложения цветов и минуты молчания. Вот уже 13 лет, как мы скорбим по погибшим в террористическом акте военнослужащим и гражданским. Этот чудовищный по своей сути поступок унес жизни свыше 40 человек. Те нелюди, которые приложили к этим действиям свою руку, были наказаны по всей строгости закона. Мы всегда будем помнить погибших в террористическом акте на 9 мая 2002 года. Все это было лишь началом запланированного торжества, которое продолжилось на воинском кладбище. Здесь похоронены те, кто умерли в госпиталях нашего города, а значит получили бессмертную прописку в памяти каспичан. Первым главных участников торжественной церемонии ветерана Великой Отечественной поздравил глава муниципального округа города Каспийск Магомед Абдулаев. Дорогие ветеране Великой Отечественной войны и каспичане, примите искренние и сердечные поздравления с великим и священным всенародным праздником 70-летним Великой Отечественной войне. Сегодня мы находимся на священном месте, где захоронены наши доблестные войны. Сегодня мы вспоминаем погибших героев фронтовых баталий и славним неизраствующих защитников нашей Родины. Мы склоняем головы перед бесстрашиями и волей фронтовиков и не перестаем благодарить тружеников, ковавших победу в тело. Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов. Искренние и сердечные слова прозвучали и из уст генерал-майора Германа Васильевича Кириленко. Вспоминая те годы, в памяти всплывают воспоминания о том, как мы еще совсем маленькие дети ходили по госпиталям, рассказывали стихи и пели для раненых солдат, говорит Герман Васильевич. Не все не выздоровели. Многие нашли покой в Каспийской земле на этом кладбище. Ежегодно и свидетелей тех страшных событий становятся все меньше. Но это не означает, что их имена будут забыты. Мне очень памятно это время. Мы были детьми войны. Мы следующее поколение. После ветеранов они уходят. Мы как бы на смену становимся следующими свидетелями войны. И после нас уже будут только лишь читать в книжках о том, какая она была и насколько тяжелой. Минута молчания. Еще одна традиция. Это короткий отрезок времени, когда у нас, молодого поколения, перед глазами встают кадры военных фильмов, и мы пытаемся представить, что такое война. А для тех, кто не понаслышке знаком с этим страшным явлением, за эти мгновения проносятся все события и пережитое, чтобы для нас, последующих поколений, это слово осталось как прошлое. Завершая шествие и бережно возлагая к памятнику цветы, наверняка каждый задумался о том, что никогда не забудет этой славной победы и передаст потомкам историю героического подвига нашего народа, который ценовал жизни, прокладывал дорогу миру и доброте. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.